Всем привет, ребята! Вы на канале Лиза Ксении Досейн. И сегодня мы снимаем совместно с Ксюшей. Не знаю, здесь она будет, здесь, наверху или внизу. В общем, где-то она будет. Мы снимаем с ней сегодня тег о лете, хотя почти уже прошел первый месяц лета, но лучше поздно, чем никогда. Я подготовила вот здесь, в своей любимой страдочке, вопросики. И мы с Ксюшей будем по очереди отвечать на вопросы. То есть, например, я читаю вопрос. Он внизу, наверное, будет написан. Или по центру, не знаю пока что. И сначала я, допустим, отвечаю, потом Ксюше или наоборот. В общем, мы еще разберемся с этим. Ну и давайте, наверное, начнем. Всем привет! С вами канал Лиза Ксения Досейн. И сегодня мы снимаем тег о лете. Почему мы снимаем? Как бы Лизы здесь нет, но это будет видео совмещенное. Так как летом мы почти что все время раздельно, так как у Лизы очень много... Сядь, так, сюда смотреть. Так как у Лизы очень много всяких соревнований, поэтому нам очень тяжело снимать вдвоем. Мы постоянно устраиваем встречи и целый день просто снимаем для вас. И сегодня это видео будет совмещенным. Вы будете видеть то меня, то Лизочку. Сегодняшнее видео... Сегодняшнее видео... Первый вопрос. Любимая одежда летом? Так как мы живем в Калининграде, у нас лето вообще может быть непредсказуемым. То есть у нас почти каждый день могут идти дожди. Может быть солнечно, может быть очень сильно жарко, так что из дома не выйти. Но вообще моя самая любимая одежда летом это, наверное, какая-нибудь майка или футболка или топ. Ну так, чтобы было не слишком жарко. То есть свитеры я, наверное, на улицу все-таки не пойду. И шорты, когда есть такая возможность. А из обуви, то босоножки. Потому что в них ноги дышат. И, ну блин, я думаю, это понятно, что я тут. Левый вопрос в студию. Ваша любимая одежда летом? Солнышка! Солнышка, сидеть! Лежать! Сидеть! Хочешь что-нибудь делать? Я пошел. А мне не выполняет там. Знаете, у нас такое лето, что мы с зонтом ходим. И в свитерах. Но если настоящее лето, то мне сейчас стали очень нравиться всякие платьицы, юбочки. Уже шорты не так. Вот платья, юбки мне очень нравятся в последнее время. Если бы у нас была жара хотя бы 22, ну даже 20, я бы ходила в платьях, юбочки. Конечно, ну, шорты не исключаем, но больше сейчас мне всего нравится, как на мне это смотрится, и на других вообще людей, в которых я вижу, как смотрится платье. Следующий вопрос. Какие планы на лето? Друзья мои, как я уже сказала, что уже прошел один месяц лета, то есть как бы уже треть лета все прошло, но мы же как бы что-то делали, и как бы надо об этом сказать. Я даю вам такой лайфхак. Вот у меня есть опять страничка, в котором мне записано абсолютно все. И даже, чтобы ничего не забыть, я здесь где-то писала свои планы на лето. Причем это я сделала очень красивым почерком, вот здесь вот шрифт такой прикольненький, и расписала все по пунктикам. То есть сначала я уезжала, и еще уезжаю на трое спортивных сбор. Первые были у меня с 9 июня по 21 июня в Подмосковье. Кстати, если вы еще не посмотрели видео, как я собираю чемодан, то идите посмотрите, ссылочка будет в описании, если мы не забудем. Далее, вот как раз-таки, завтра мы уезжаем на эти сборы, но для вас я уже как бы буду сейчас в данный момент на них. С 20 июня по 28 июня. Это мы уезжаем в Клапиду. И потом мы уезжаем на последний самый сбор, они уже будут у нас в Генератской области, в городе Светлогорск. С 29, получается, июня по 15 июля уже, да. Потом, следующее, что в моих планах, это гулять с друзьями все лето. Ездить на море, просто гулять где-то в парке, на озере, просто где-то, я не знаю, ходить в кино, и так далее. Дальше, в августе мы собираемся поехать с семьей в Германию, так как у нас там живут родственники, на одну неделю. И потом, или до, наоборот, этого, наши родственники приедут к нам. В том году они уже приезжали к нам, и мы также ездили к ним, но я с ним не ездила, потому что мы с Ксюшей ездили в Питер. Вот. Ну вот-то как бы на этом все. Вот мои планы и закончились. Что я вообще как с какой-то фигней отнимаюсь? Он снова пришел. Давайте повторим. Сейчас я нахожусь в Холенинграде, у нас дождь. И я пока что занимаюсь танцами и выступаю. В дождь, в снег. Нормально. Мы летаем по сценам. Итак, сейчас я весь июнь в Холенинграде. И наступит июль. Я начало июля буду здесь, а где-то в числах 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го я уезжаю в свой родной Липецк на 10 дней. Кто угадал, какую я песенку только что сделала, пишите в комментариях. Я уезжаю в Липецк на 10 дней, а дальше возвращаюсь в Холенинград уже со своей сестрой. Мы ее забираем из Липецка, она сейчас в Липецке находится. И обратно еду в Холенинград, опять заниматься с танцами, уже готовиться к ошколе, потому что уже будет август. Печалька. Но не будем унывать. И пока что из всех событий это только поездка в Липецк. Представляете, да? Мы еще думали, может быть, съездить в Сочи или в Москву. Я очень хочу посетить зоопарк и Старбакс. Номер 3. Любимая еда летом. Вообще, когда у нас жаркое лето, я очень люблю, когда в Гейнграде жаркое лето, потому что это очень хороший шанс похудеть, потому что, когда жарко, я не люблю есть горячую еду. Почему я все время трогаю свой волос? Я не понимаю. Не люблю есть горячую еду, то есть я могу за день поесть завтрак, потому что я всегда завтракаю, и, например, мороженое. И все. Когда не такая уж жаркая погода, моя любимая еда летом, это, наверное, фрукты, мороженое, как я уже сказала. Но так сильно я не люблю наедаться, потому что все-таки это лето, и как-то хочется быть красивой, и не хочется есть. Моя любимая еда летом. Моя любимая еда летом. Последнее время это стали салаты Цезарь. Я их почему-то очень обожаю. А еще больше холодный литовский борщ. Кто не знает, это сложно объяснять, это борщ, он холодный. С картошечкой еще подается. Не знаю, очень люблю. А так что-то такое легенькое, не сильно такое тяжеленькое. Не знаю, не то, что я худею. Нет, это нет. Здесь это ни при чем, даже если бы я и худела. Но просто почему-то на тяжелое вообще меня не тянет. Очень люблю холодный литовский борщ. Последнее время я за неделю раз пять наш любимый месяц лета. Итак, пожалуй, я отвечу, что мой любимый месяц лета это июль, потому что в июле у меня день рождения, и я считаю, что это как бы не конец лета, и не начало, потому что в начало как-то еще не вошел в этот ритм лета. В июле ты уже вошел в ритм лета, но думаешь, что уже скоро конец, и просто весь месяц пролежал. Поэтому июль, да, обычно настоящее лето, в июле самая такая жара. Настоящим летом. А у нас такого нет. Четвертый вопрос. Каким вы видите идеальное лето? Для меня идеальное лето это когда очень жаркая погода, ну или такая нормальная, если, допустим, прохладный ветерок, то можно пойти погулять с друзьями, покататься на скейте, еще что-то. А если жаркое, то обязательно целыми днями просто лежать на пляжу, паться и загорать. А еще обязательно куда-нибудь поехать в жаркую страну, потому что это просто отдых от всего. Но, к сожалению, этим летом у меня его не будет. Каким вы видите идеальное лето? Итак, я считаю, что идеальное лето это, конечно же, температура воздуха. Ну, если воздуха, так, соответственно, и воды должна быть все время хотя бы стабильно 25 градусов. В Калининграде это будет жарище. Также я считаю, что лето тогда должно быть насыщено различными всякими посещениями чего-то, не лежание, пролеживание дома. И, конечно, идеальное лето, но, конечно, тогда вам нужно будет поиметь много денег. Но я считаю, идеальное лето это когда вы не сидите дома, ездите во всякие страны, города, отдыхать на юга, в теплые края, хотя бы в России. Если это, конечно, будет не Россия, то вам повезло. Но просто даже посещать те же самые санатории это и то будет хорошо, потому что вы будете находиться на берегу моря. Не знаю. Короче, для меня идеальным летом это должно быть не сидение дома, не пролеживание его, а самое главное это лето должны вы сами для себя как бы установить. Для каждого оно разное, но для меня бы было идеальным летом, если бы я за лето хотя бы в одном городе побывала, на югах где-нибудь, где тепло, жарко, там, в Сочи, что-то такое. Для меня было это счастье, я бы считала идеальное лето, а также просто не просиживать его дома. Я себе это говорила, что я не буду в конце мая просиживать лето, но что-то не получается, все разъехались, я одна в Калининграде и так-то так. Вопрос номер шесть. Что вам больше всего нравится в лете? В лете мне больше всего нравится то, что нет школы, потому что когда есть школа, то есть почти весь год, я очень сильно устаю, у меня не остается времени ни на что, потому что обычно после школы я сразу же еду на тренировки, потом еще, возможно, на английский, потом до ночи делаю уроки и все, просто ни на что не остается времени, я даже гуляю очень редко во время школьного учебного года. А летом это время свободы, когда ты просыпаешься часиков в одиннадцать и спокойно можешь планировать все свои дни, можешь гулять, там, не знаю, что делать. В общем-то, да. Что вы тоже всего? На свитчик полузался. Витя, реанимация! О, нет! Зачем вы это сняли? О, нет! Зима не спустите! Дай мне все. Интересно, что выбрать? Я с кем разговариваю? Ладно, буду с кем. Зачем нам голова? Давайте с ёршиком поговорим. Теперь это похоже на ёршик. Я сама скажу. Итак, вопрос был таков. Что вам нравится в лете? Я считаю, что в лете нравится какая-то свобода, никакая не... Мне надо учиться! Знаете, кто-то и просыпается на выходных. Кто-то спит в субботу, кто-то учится. Итак, в лете мне нравится то, что мы какие-то непринуждённые, как сказать, ни за чем не закреплены, и у нас куча свободного времени, главное, его правильно растратить, и как-то нас не держит школа, и мы как-то... Не знаю. Не знаю. Лето? Лето тепло, по идее, летом должно быть тепло. Лето это лето. Номер 7. С кем лучше всего провести это лето? Это лето, конечно же, лучше всего проводить со своими друзьями, со своей семьёй. Я считаю, что лето вообще любое нужно проводить с друзьями и с родными. Ну, а с кем ещё? И с бомжами? Начинаю вопрос. Каким видом спорта хотите заняться этим летом? Ну, ни для кого не секрет, то, что я и так спортсменка, я занимаюсь аэробной гимнастикой, как я уже вам говорила, то, что я уже на трое спортивных сбор, так что да, аэробная гимнастика это мой ответ на вопрос. Никаким. Я не занимаюсь видом спорта, у меня танцы. Всё, это как увлечение, ну, вид спорта это не спорт. Зачем у меня спорт? У меня есть танцы. И уже поздно как-то, вступать в спорт. Девятый и предпоследний вопрос. Какие видео у вас в планах на это лето? Вы все знаете, то, что мы не раскрываем секрет, какое видео выходит в следующем, но вы знаете, что у нас на лето есть расписание, наконец-то достучались до нас по вторникам и пятницам у нас выходит видео каждую неделю. И мы не говорим, какое следующее видео выходит, потому что так даже более интереснее какая-то интрига создается, но видео будут, мы ничего не забрасываем, у нас все рассчитано, все видео выходит по расписанию, так что вы не волнуйтесь, все это будет. Ребят, на самом деле это у нас секрет, его знаем только мы с Лизой, и о датах выхода видео мы вам говорим в нашей официальной группе ВКонтакте, что, зачем, когда, и как бы мы отсняли, выпустили, говорим, такого-то числа новое видео, догадайтесь сами, мы вам не раскрываем, но вот я вам покажу, что вот это список на июнь, вот это надо, кстати, уже зачеркнуть, что в чемодан коду, вот следующее видео, вот это, это тег Олети, оно выйдет 27 июня, и еще у нас будет видео 30 июня, мы вам не скажем, какое оно такое крутое, ребят, мы его сняли давным-давно уже, ну, когда вот мы с Лизой виделись 22 июня, вот даже, видите, у нас тут написано, видите, 22 июня, 22 июня, встреча с Лизой, мы сняли такое классное видео, особенно конец, и все было по-настоящему, никто так насильно не ожидал, что так все быстро получится, и я думала, это получится с шестого дубля, а я так сразу и так, и Лиза такая в шоке, и в итоге мы потом пошли стираться, в июле выйдет раз, два, раз, два, три, четыре, пять видео, шесть, семь, восемь, восемь видео, и вот у нас август, но мы его еще писали, так что вот, кто успеет, тот увидит, ха-ха-ха, не успели, не увидели, потому что светило солнышко, солнышко, спасибо тебе, хотя солнышко нет, я не понимаю, откуда, вы хотите передать этот тег, этот тег я хочу, наверное, передать всем, кто хочет его снять, снимать, потому что, тег о летии, снимать надо летом, сейчас лето, так что, если хотите, то снимайте, если из своих друзей, то у меня не так уж много друзей-видеоблогеров, но давайте я передам, наверное, канал, девочки с канала Дады Кир, если хотите, ссылку, ну, конечно, оставлю в описании, если не забуду, я много чего обещаю, но не всегда делаю, так что, Дады Кир, снимай это видео, и все, кто хочет, тоже его снимай, знаете, я сейчас все отсняла, уже десятые вопросы, и у меня камера была не включена, так я бы хотела передать каналу Анюта Лайк Лазарева, это моя сестра, кто не знает, я знаю, что она его уже снимает, или сняла, или уже выпустила, так что ей, и можно каналу Даши Киреева, или Дады Киреева, ну, просто мало каналов, которые знаем мы, и они нас видят, но вот Даши Киреева, и может быть, если Катя нас вообще смотрит, то канал Kate Art вот тоже можно передать, больше мы никого не знаем, кто знает, и нас тоже, а, ну, Миша Киреев, но он не будет снимать, и так, так что, если вы примете нашу эстафету, то мы будем очень рады, я не знаю, что там еще Лиза ответит, потому что она сейчас тоже это снимает, я еще ее видео не смотрела, она мне уже вот сняла и скинула, может быть, она тем же самым передала, не знаю, посмотрим. Ну, на этом все, наше видео подошло к концу, я не забываю фишку, пока-пока, не сказала, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, заглядывайте в инфобокс, приходите по всем ссылочкам, подписывайтесь на нас везде, и вот только сейчас, пока-пока, мы вас любим. Итак, оставим нашего видео, или как я его назвала в начале видео, я уже не помню, ему пора в реанимацию. Итак, всем спасибо за то, что посмотрели это видео, нам было очень приятно, в связи с последними новостями, у нас не всегда получается выкладывать видео, Лизина видео, что в чемодане, мы не сразу выложили, а новое видео, которое мы придумали сами, оно не получилось его выложить, но мы понимаем, что вы нас понимаете, и что мы это делали не специально, так что выпускаем дальше видео со спокойной душой. Всем спасибо за просмотр, ставьте ваши пальчики вверх, пишите разные комментарии, нам будет очень приятно их увидеть, даже если это будет какой-нибудь просто смайлик, мы будем знать, что вам нравится наше видео, и вы как-то на них отвечаете, мы это можем понять только лайками и комментариями, будем рады, если вы на нам поставите пальчик вверх, надеемся, вам понравилось это видео, пожалуйста пишите задумки на наши дальнейшие съемки видео, потому что август пуст, пока что идеи нет, в конце июля выйдет очень классное видео, тоже модное в последнее время, всем спасибо, всех любим, всех целуем, и всем пока, как-то мы так делаем с Лизой, я уже не помню, так что, нет, давайте дубль два, и все, пока!